Привет, ребята из Стамбула! Как вам мой платочек? Вы знаете, в Стамбуле пасмурно. Пасмурно, дождливо, но парилка все равно присутствует. И домашнюю работу, естественно, никто не отменял. Чем я занимаюсь? В туалете потолок шкрябаю, ночила. Октаю Тунер делаю. Посмотрела, знаете, реклама высветилась. Здесь высветилась реклама. Значит, 4 дня, 3 ночи на Анталийском побережье. Это турецкими буквами там написано. Ну, это, естественно, для турецких граждан. Около 2000. 2000 лир. 4 дня и 3 ночи. 2000 лир около. Там в зависимости от отеля же все это будет зависеть. Завтрак там есть. Бассейн есть на территории отеля. Открытый бассейн. Программа развлекательная есть. В общем, ну, в общем, ну, а так все, 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 как и везде. Пасмурно делаю, донер делаю. Курицу достала, айденчику на разморозку. В общем, работу, работу. Домашнюю. Девочки, вот я до этого показывала потолок. Конечно, не всем нравится вот это вот смотреть. Ну, я, девочки, показываю, почему вот это вот, что я дравлю. Мою, дравлю. В основном это для турецких родственников, девочки. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Потому что они же тоже посматривают та же самая свекровь, да? Та же самая. Я не могу сказать, что там они, что турецкие родственники недружные. Дружные. Дружные. Ну, как бы страхую себя, понимаете? Вроде как муж на заработках, да? Она покупает себе крема. Я же выпустила видео, где я там покупила себе крема. Да? Потом. Что я еще сюда? Туничек набрала много, да? Они же... Они же... Ну, как? Не зависть. Это не зависть, девочки. Это не зависть. Ну, я по себе сужу. Это не зависть. Это просто... Ну, не знаю как. Назовите, как хотите, короче. В общем, показываю, девочки. Конечно, это некрасиво, и не каждому хочется это смотреть. Ну, что делать? Я хочу показать, что я не только крема покупаю, эти нички по магазинам бегаю. Эти продукты покупаю. Хотя, казалось бы, какие продукты дорогие я покупаю. Ничего такого особенного. В том же шоке, в том же биле. Девочки, у нас почему, знаете, такой потолок? Вот это всё, что я красила, вот это я всё и чищу. Оно всё пооблупилось, потому что у нас закрыта вентиляция. Пришли соседи, уже трое, трое соседей, мол, их сменилось. Вот кто-то из них, спрашиваешь, нет, говорит, мы ничего не закрывали. Понимаете, а ну, нас топили раньше соседи вот здесь, они ушли. Топили. Потом пришёл другой сосед, мы к нему, он начал ремонт делать, мы к нему сказали, что вызовите мастера. Вот вам телефон, который делает рентген стен, потому что в стене, в стене трубу прорвало у нас потолок. Мы целый год, целый год, короче, страдали. И тут новый сосед появился. И мы как бы возможностью воспользовались. Сказали, что это он сделал. Он починил, но не до конца. Не до конца, всё равно потолок у нас был мокрый. Потом я устала, я ждала, ждала где-то месяца три уже нового соседа. Потом пошла его, как, ну, вы же знаете, как я делаю. Сюда привожу за руку прямо. Привела, показала, у меня всё чёрный был потолок. Я в видео тоже показываю. Я не стесняюсь, девочки, это же моя жизнь, с чего мне стесняться. Я вот так живу. Всё, замуж за турков сарай, я так живу, девочки. Поэтому я не стесняюсь, я показываю свою жизнь. Чего мне стесняться? Я же не девица на выделение. Я уж полвека прожила, чего мне стесняться. Ну, вот так вот я живу. В таком вот сарае. Сарай это дворец турецкого. Ой, как хорошо, что я скребок купила. Раньше я детской лопаточки скрябала. А сейчас у меня скребок есть, девочки. Я счастливая. Скребок. Я не знала, где его купить. И как он называется по-турецки, я тоже не знала. И, короче, в шоке. Я надыбала в шоке. И купила, схватила. Там кисточки продавались. Короче, я решила сейчас потолок больше не красить. Потому что все, что я крашу, потом все это скоблю. Потому что его надо здесь штукатурить потолок. Вот все, что я красила, я все соскобрила. И старую краску я уже вот скоблю. До шпаклевки я уже дошла, девочки. Потому что вентиляция у нас закрыта. Кто-то и не закрыл. Не знаю. Не знаю кто. И вот эта влажность, сырость. Зимой, конечно, опять будет пресс. Ну, дай бог, чтобы никто нас не топил. Это, девочки, самое главное. Вот так вот. В общем, вот такие дела, девочки. У нас половину, даже не половину, четверть почистила. В общем, буду, девочки, дальше шкрябать. Так что извините, девочки. Кому не нравится вот это, смотрите, я извиняюсь. Буду дальше шкрябать без вас. В рот тоже попала, девочки. Ну вот, все как могла. Красить не буду, не красить я не буду. Потому что это потом опять все надо будет шкрябать. Потому что нету никакого сквозняка здесь нету. Все. Да, штукатурки. Дошкрябала я. Ну, не все, девочки. Не все. Пятна вон желтые, все это есть. Лишь бы плесени не было. Пусть будет так. Видите? Все. Сейчас буду здесь все чистить. Почищу счастье. Все дни, ребят, дожди в Стамбуле. Пасмурно. И дожди шпарят. Кто в маечке, а кто в жакетике. Все по-разному. Дожди. Муж даже мне пишет каждый день. Спрашивает. Чего, дождь сильный? Видать, у родителей сильный дождь идет. Кучурчик меди. У нас нет. У нас так. Слегка. Кратковременный. С периодичностью. Ой, на цветочки посмотрите, ребят. Вот из пяти две осталось. И то лепестки опадают уже все скоро. Скоро все опадет. А вот здесь мне интересно. Дожди. Вот я окна не мыла, девочки. И видите, с прошлого раза с дождей. И с этого раза пиранька хорошо пошла. Тоже с дождем ее прибивает. Падают лепесточки. Цветочки падают. А здесь еще семена. Вот у гвоздички много. Может быть колонхоя зацветет, девочки. Здесь лилия-то стоит. Смотрите. Там вообще наклонилась. Дождь ее. Дождь ее бьет. Но лепесточки держатся. Молодец. Ну что, у этих уже не будет у полных улилей. Ой, а запах какой вкусный пошел. Отчего это запах, не знаю. Ой, как вкусно пахнет, девочки. Неужели так лилия пахнет? Ну-ка. Да, девочки, лилия пахнет. Надо же. Прям или у меня нос так чувствительный. Или действительно такие запахи. Ну, кто в чем, видите, ребята. Кто в чем. А самолет летает где-то. Где-то летит самолетушка. А здесь, видите, ребята. Здесь дождь был. Я здесь подтирала, вот открыла. Ну, здесь, естественно, все уже. Одни в уныте остались. Ну, и такие красивые, гладенькие, такие хорошенькие. А здесь семена будут, девочки. Смотрите, у меня здесь семена будут. И прошлый год были также. На львином зевсе. Но не у каждого львиного зевса бывают вот такие семена. Ну, девочки, молодая еще. По второму кругу пошла у меня клубника, видите. Та-то вся засохла, вон. Вот здесь она вся засохла. Красная. Вон, видите, она красная вся засохла. Я же ее не ела, и птички не съели. А эта вот по второму кругу пошла. Вот здесь как раз солнце на нее падает. И она хорошо вот пошла. И дождик сейчас. О, хорошо. Львенный зевс вон там. И там тоже уже отцвел львенный зевс. Тоже семена, смотрю. А там много у меня, оказывается, было львенного зевса. Хорошо, прекрасно. И вот здесь тоже я вчера поливала ус. Смотрю, длинный ус. Клубнику туда. Засунула, чтобы кустик был. Кустик был. А в этом году вот там вот была лилия, но она тоже не расцвела, девочки. Там еще есть иерисы, и гладиолусы. Но не знаю, как они будут, не будут. А ветер прохладный. Жакетик надо. Опять дождь. Опять дождь. Надо даже девичок. О, дождь прям опять там. Там сюда пошел. Видите? Давайте закрываем окошко. А вот здесь вот скоро будут, девочки, я вам на трансляции показывала. Вот. Скоро будут. Вот здесь уже конкретно скоро будут. Самый первый вот это будет. Будут. Ну, вот здесь тоже есть уже, видите. Вон там он есть, вон один. Будут, будут, девочки. Много будет. Здесь у меня много бывает. Вон, вижу еще один. Без очков плохо вижу, но вижу. Вон, вон там есть еще один. Вот здесь тоже будет. Будет, девочки, скоро. Покажу вам. Ну, дай бог, чтобы это пышно. Первые они обычно вот так закрыты. И стоят два-три дня, и потом падают. Потом, которые открыты, тоже два-три дня буквально стоят, и тоже потом падают. Вот сюда у меня они и падают. Я их собираю. А здесь колонхоя подсажены. В общем, покажу, девочки. Гибискус мой. Ребята, как бывает. Видите, привезли. Привезли. Холодильник, что ли. Короче, разгружают мальчащий холодильник. И вот так и получилось. И все. Ну, они сняли. Сняли на видео. На телефон. Сейчас страховка или как там. Что, в общем. Разрулиться. Неприятно, конечно. В ручке с машиной ничего не случилось. Он угнал ее туда, вглубь, махалю. А этот холодильник будет валяться. Ну, все. Что, погнулся. Даже если холодильник будет работать, он все равно погнутый. Его подняли, да увезут. Увезут. А машина эта, катается. Ничего, у машины так же. Не вижу никаких помятий. А холодильник помялся, конечно. Девочки, я когда в Ташкенте работала в глазном отделении, приносили огурцы, помидоры на ночь. В ночь. Постовой медсестрой работала. Приходила в ночь на смену. Приносила огурцы, помидоры, лук, перец красный, либо зеленый, либо желтый. В общем, соль, масло. У нас там была столовая. Столовую можно было брать. Масло, соль. Мы вот такие салаты делали. Ну, обычно две медсестры в ночь дежурят. Одна там, допустим, идет, глазки капает, уколы делает потом. Кто освободился от работы, тот идет на кухню и делает это. Две медсестры, санитарка была, делает ужин. Вот мы себе такую огромную бадю наделаем. Помидоры, окурцы, лука, репчатого. Сольки туда подсыпем. Ни масла, ничего больше. И кушаем с лепешкой горячей. У нас бахча была на территории больницы. Огромная-огромная территория бахча. Ну и сейчас наверняка тоже есть. Сад, там деревья были большие. И фруктовые, и всякие разные. Сейчас, наверное, уже новый корпус, глазное отделение. А я в старом раньше работала. Старое такое пошарпанное здание. Уж не знаю, каких времен. И вот мы себе такой салат сделаем с девчонками. И горячей лепешкой с зеленым чаем в прикуску. О, это время было, девочки. Ничего вкуснее не было. Вкуснятина, девочки, салат. Оптай, будешь салат? Нет, оптай не хочет. Девочки, приятного аппетита. Сижу, девочки, кино смотрю. И мороженое. Обычное. Каймаклы. Из каймака. Мороженое белое. В шоке купленное. Грецкие орехи сверху побросала. Медом залила. Сижу хомячу. Вкусно? Что не вкусно? Вкуснятина, девочки. Вкуснятина. 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 Вкуснятина.